Особое мнение на 101FM 13.07 в Кирове на 101FM программа Особое мнение. Меня зовут Юлия Афанасьева. И сегодня свое особое мнение высказывает Валерий Турула, депутат ОЗС и председатель комитета по экономическому развитию. Валерий Николаевич, добрый день. Добрый день. Вначале я напомню, где нас можно увидеть и услышать. Во-первых, это онлайн-трансляция на сайте eho-kirova.ru. Аудио, видео, выбирайте формат, который интересен вам. В течение эфира можно писать мне в Твиттер. Постараюсь ваши вопросы в ходе эфира задать. Также есть раздел «Анонсы» на сайте eho-kirova.ru. Я его сейчас проверяю. Он пустой. Если у вас появятся вопросы, можно также писать туда. И вот я хочу начать программу со свежей информации. Вот сейчас я смотрю сайт первоисточник.ру. На нем новость 12.36. Сегодняшний день. В отношении Валерия Турула могут возбудить уголовное дело за угрозой в адрес кировчанки. Якобы вы угрожали кировчанке опозорить на всю страну. Объясните, пожалуйста, что это. Но вот здесь я сайта цитирую «Опозорить на всю страну». Не знаю, как было в оригинале. Относительно. Ну, во-первых, есть аудиозапись, которую я специально звонил этой женщине или девушке, я не знаю. То есть в ходе выборной кампании поступило заявление от некого кировчанина, оказалось, что это кировчанка, о том, что политическая партия «Ротфронт» как избирательное объединение превысила свои полномочия и представила на обзор кировчанам не информационный листок о итогах выборов и выдвижения кандидатов представительные органы власти на муниципальном уровне, на областном уровне документ конференции, а якобы это агитационный уже материал, который за кого-то агитирует и так далее и тому подобное. По этому вопросу было проведено заседание избирательной комиссии, и избирательная комиссия на основе вот этой женщины возбудила административное производство, подала соответствующие исковые составы протоколы и подала в суд документы. Но так как мы уже являемся ответчиками, то нам представили весь пакет документов, где я задавал всегда вопрос, а откуда ноги-то растут, в чём тут причина? Потому что абсолютно понятно, что признаков там, 5 признаков есть по закону агитационных материалов, там никаких признаков нет. И мы не должны были представлять этот материал в избирательную комиссию. Мы просто информируем членов своей партии и соратников, симпатизирующих нас людей о том, что мы провели, кого выдвинули, ну и дальше те проблемы, которые в принципе необходимо решать. Вот и всё. Но человек посчитал, избирательная комиссия поддержала этого человека, мы находимся. Я звоню девушке, у меня было подозрение, что кто-то подставной, и мне надо было проверить, действительно ли было это заявление. Я позвонил и похвалил её. Вы знаете, такие формулировки, которые вы написали в заявлении, супер, мы даже не догадались, что трудящиеся, и в частности рабочие, претендуют, имеют притязание на власть. Я говорю, да, мы имеем притязание на власть, это наша уставная деятельность, и как политическая партия, поэтому спасибо вам за формулировку, но вы ли это писали заявление? Она говорит, да, я писал, ну там начала рассказывать. Я говорю, ну что ж, земля должна знать своих героев, ну не буквально, а смысл такой. Поэтому имейте в виду, что мы вынуждены будем оповестить о том, кто же вот затеял вот эту возню. Вы же знали, вы должны нести ответственность за заявление. Вы думали, что же, заявление написали и всё? Нет. И думали, что вашу фамилию не узнают? Нет, её узнают во всей стране. Всё. У меня эта аудиозапись, она есть. Вы хотите сказать, что вы ей не угрожали? Я не угрожал, я наоборот сказал, что её как героя, с её позиции узнает вся страна. Вот и всё. Ну а то, что её право подать, ну пожалуйста, она считает, что я там угрожал, ну да пусть доказывает, что я угрожал. Но весь разговор я заранее записали мы на аудио. Поэтому предполагаю, что такие вещи возможны, поэтому есть запись аудио. Вы расцениваете это как провокацию от конкурирующих партий? Абсолютно. Причём я убеждён, что в данном случае эта девушка, она не спала ночь. Я убеждён в этом. Она уже проконсультировалась, что дальше делать. И ей посоветовали подать вот такое заявление, но её подставили. По полной программе её подставили. То есть как обывателю, ну есть газеты, есть газеты в конечном счёте. Как идейно убеждённый там единоросс или ещё кто-то, ну, понятное дело, ну, наверное, есть, но не до такой степени, что пошёл там инициативу проявил. Следовательно, если даже это член какой-то партии конкурирующего, он должен получить соответствующую санкцию на подобные вещи. В крайнем случае, если это действительно политическая партия. Поэтому я думаю, что к этим вещам надо относиться абсолютно спокойно. Вы же помните, против меня сколько раз пытались уголовное дело... То есть вы к чему-то подобному готовились? Конечно. А зачем я тогда разговор по телефону записывал на аудио? Конечно, готовились. Мы с вами до эфира разговаривали, да, и вы сказали, что вы вообще ожидали, что вас снимут с предвыборной гонки. Да, да, да. То есть была информация, что ещё когда был Никита Юрьевич, он на правительстве поставил и закрепил ответственных лиц за недопущение к выборной кампании Родфронта политической партии и персонально вашего покорного услуга. И были закреплены люди, которым поставлена задача вплоть до снятия с должности. Они должны были обеспечить подобную ситуацию. И если посмотреть все материалы, которые на сегодняшний день есть, то подключены к этому был очень мощный административный ресурс, в том числе и Министерство юстиции. Скажите, пожалуйста, а вы копию этой записи готовы, например, вот СМИ предоставить? Да, нет вопросов. Ну, хорошо, я думаю, что наши коллеги... После окончания я вам её вышлю по электронной почте. Хорошо, спасибо. А по поводу персонально вас, да? Почему вас так боятся? Я не знаю, Юля, но на мой взгляд здесь всё очень просто. Ведь сегодняшняя система, она объединяет людей всех помазанных в той или другой степени, нечестностью, обманом и так далее и тому подобное. Но по жизни, меня жизнь научила в своё время, это был очень тяжёлый период в молодости, когда я для себя вёл принцип, как бы ни тяжело, а всё же говорить правду и действовать по правде. Вот так. То есть моральные принципы, этические принципы, которые должны предопределять вот эти вот вещи, экономические выгоды и так далее, то есть морализация в том числе и экономики. И вот эти вещи, они носят очевидный характер. Их доказывать не надо. Следовательно, речь идёт о элементарной правде, которую люди видят, знают, и люди должны слышать эту правду. Но они слышат на сегодняшний день абсолютный обман. И если вы обратили внимание, наш лозунг, с которым мы выходили на выборную кампанию и высказывали позицию нашей партии, что пора менять зажравшихся во власть. Вот такой грубый может быть лозунг, но он очевидный лозунг, потому что действительно это вещь, которую не надо доказывать. Она вот жизнью доказывается, и я думаю, что ниже мы об этом ещё поведём разговор. Поэтому разговор, который мы могли бы сегодня сказать, он правильный или неправильный, для меня абсолютно понятно, что это честный, откровенный, правдивый разговор. И если бы я не вёл этот правдивый, откровенный разговор в законодательном собрании, ведь там же бытует мне вещь, если вы читали Чернуху, которая на меня там распространяет, я спокойно к этому отношусь, там один из тезисов, самый бесполезный депутат – это Туролы. И ответ мой абсолютно был честный и откровенный. Бесполезный для власти, которая ворует – да, но абсолютно полезный для людей, которых я защищаю, не даю разграбить там бюджет, контролируя использование ресурсов в правильном направлении – да, сто процентов мне этого не удаётся. Взять те же Вятские поляны, Слободино, там что только нету, и те уголовные дела, которые там возмущались по креку и так далее, это всё контролировал комитет. И мы чётко, однозначно говорили, вот она граница правды. Здесь вы уже, ребята, начинаете пилить бюджет, начинаете разворовывать и так далее. Кому во власти это понравится? И кто будет считать, что не надо этого человека бояться, который не просто говорит, а владеет ещё факториальным материалом? И если бы я говорил неправду, меня бы давно уже посадили. И громким голосом. Да, и громким голосом совершенно правильно, потому что все депутаты затыкали уши и просили, чтобы отключили микрофоны. Потому что вот этот вот элемент сопереживания, говоря правду, да, это эмоциональный элемент, но он подтверждает то, что таких людей надо бояться. Да, их называют часто чудаками, там фанатами и так далее, но стоп, всегда, когда я выступал с правдой, я предлагал конструктивные вещи, которые можно было на блюдечке преподнести и решать ради интересов области, ради интересов людей. Вот эти вот вещи мы должны помнить, и поэтому они и боятся. Нам сейчас надо прерваться, к сожалению, на небольшой перерыв. Я напомню, что это особое мнение Валерия Турула, депутата ОЗС. Сейчас мы уйдём, мы очень скоро вернёмся. Особое мнение на 101 Ф. Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, это особое мнение Валерия Турула, депутата ОЗС и председателя комитета по экономическому развитию. Коль скоро мы заговорили в самом начале программы о выборах и непосредственно о вас, вот есть ещё одна история. Я вчера изучила сайт наблюдатель.ру, обнаружила, что на кандидатов Валерия Турула и Сергея Доронина направлены жалобы в областной суд на вас в связи с тем, что вы являетесь ещё и председателем Родфронта. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Ну, вообще-то ситуация действительно доведённая до абсурда, не мной доведённая, а законодательством, которое у нас существует. Если вы помните историю, когда я критиковал Зюганова и будучи членом фракции КПРФ в законодательстве собрания, то КПРФ за критику Зюганова, своего лидера, она попыталась меня вывести из фракции и забрать мандат. Я же баллотировался по спискам КПРФ. Но оставляя за собой право быть независимым, членом Российской Коммунистической Рабочей Партии. Такой партии нету официально, но она есть де-факто, а де-юра её нету. Следовательно, это некая общественная организация. Но она коммунистическая организация, и поэтому я считал и считаю себя коммунистом, который обязан говорить правду то, что есть. Ну вот, когда они пытались вывести меня из состава фракции и снять мандат, то мы как раз в этот период зарегистрировали Родфронт, политическую уже партию, официально зарегистрированную. Я был членом Родфронта, потому что у нас по уставу члены РКРП, они автоматически становились членами Родфронта. То есть членом Родфронта и одновременно членом КПРФ? РКРП. Нет, членом КПРФ я не был вообще. Но шли по их спискам на прошлые люди. Как одномандатник. И это тоже трудность была, потому что одномандатника вывести даже по причине того, что я там пытаюсь снять, мне невозможно. Это одномандатник. Ну, если бы я шел по спискам, тогда, да, это было легче сделать. Тоже очень тяжело. Но для того, чтобы не создавать каких-то коллизий, член другой партии не может быть депутатом другой партии, или данной партии, то в данном отношении мы пошли по букве закона на примере Путина Владимира Владимировича, который создавал Единую Россию, не будучи членом Единой России. Мы повторили тот же шам и шах. Я написал заявление о исключении, чтобы меня исключили из Родфронта, потому что официально она уже зарегистрирована партия и создает прецедент для того, чтобы по формальному признаку можно было снять с меня мандат. То в данном отношении был проведен пленум Родфронта, меня исключили из партии, но при этом избрали на беспартийной основе, как Владимира Владимировича Путина, секретарем, первым секретарем данной партии. То есть нанятый менеджер получился. Вот и всё. То есть по закону, по уставу это не запрещено. Там в законе сказано и в уставе политических партий о том, что член партии имеет право. Но мы не нарушали это право, нигде не скажет, что не может быть ни член партии в руководящем Ордине. Поэтому вот эта коллизия, она возникла. И на данный момент все пытались доказать, что я являюсь членом Родфронта. Я не являюсь. Центральный комитет дал соответствующую установку, что да, действительно, Турула большой вклад внёс в Родфронт. Но учитывая... То есть это тоже провокация? Чистейшая. Значит, в данном отношении Центральный комитет, Тюлькин, Виктор Аркаевич подписал документ официальный на запрос Моторина, избирательной комиссии, и Центральной избирательной комиссии, что Турула был членом. Он исключён. В 2014 году его в Родфронт переназначили первым секретарём на беспартийной основе. Более того, он, учитывая его заслуги, на беспартийной основе является почётным членом полицовета. А по этой ситуации уже будете разбираться после выборов? Я правильно понимаю, что сейчас вас уже никто снять не может? Юлия, ну, мной поданы уже определённые иски, я просто это не педалирую. Я считаю, ниже своего достоинства оправдываться. Это самое последнее дело. Я, кстати, Доронину Сергею то же самое сказал. Будет грязь лица, выдержи, пожалуйста. Потому что они только и ждут, чтобы мы начали отвечать. Одно отвлекает силы, средства и так далее, а другое мы даём пищу для дополнительной лжи и клеветы. Потому что любое оправдание тут же переворачивается наизнанку, им-то уже терять нечего, они пошли по этому пути. Поэтому в данном отношении просто не обращаю внимания на подобные вещи. Другое дело, что юридически этого доказать было невозможно. Тот же Минюст пытался подключиться к этой ситуации с нарушением законных прав. 59-я статья, пункт 3 закона о политических партиях, говорит о проверке политических партий внеплановых по запросу избирательной комиссии только по одному поводу. Это проверка финансового состояния. И то в течение месяца проверка идёт. Но не в ходе выборной кампании. Это внеплановые проверки. Мне же пытались предложить представить всю документацию, в всём объёме, даже превышающем то, что требуется в Минюсте для регистрации политической партии, всю отчётную документацию, заявление и так далее. И я понимал, для чего это делается. В результате я написал соответствующий протест и сказал, только через суд представлю документы. Написал соответствующую жалобу Чайки в Министерство юстиции, в Центральную избирательную комиссию, что используется административный ресурс для подавления альтернативной какой-то силы, оппозиционной силы. И Минюст сдался. Он больше не возмущался. Отсюда и не появилась та доказательная, по их мнению, база, где они могли её подтасовать на основе наших документов в Минюсте для того, чтобы снять мне с выбор. То есть я думаю, что это элементарный просчёт того сценария, который они составили для снятия меня с выборов. А то, что идут провокации различные, при встречах, на каждой встрече обязательно присутствует провокатор с релом, с гомом. Это какой-то кошмар. Это ужас один. Они задают вам, что, неудобные вопросы, оскорбляют? Нет, просто вы не слушаете этого подлеца, он обманщик и так далее. Что, он нам раньше ничего не делал? Я говорю, ребята, я не ваш депутат был вообще. Я вот присутствую на территории 20-го округа и хотел разобраться, чего надо дальше делать. Нет, не слушайте. Я говорю, а кто ваш депутат, вы хотя бы знаете? Тот же самый от «Единая Россия» Брызгалов, которым я в открытые глаза сказал, что на прошлых выборах они в шести участках сделали вброс, и только благодаря этому он победил. А там наш мандат должен был, ротфронтовский, но и ркарпешный быть. Поэтому вот эта ситуация, и если вы сейчас возмущаетесь, что кто-то что-то не делал, то это не делало большинство, которых вы избрали в конечном счёте. Да, вы их не избрали, но они под тасовкой пришли к власти. Поэтому эти вопросы, как говорят, я уже искушённый человек в этом отношении. Если бы я реагировал на все подобные вещи, ну, наверное, я бы и неделю не прожил, у меня разрыв сердца произошёл, либо кровоизлияние в мозг, ну, что-то такое точно. Вы настолько давно в этой системе находитесь? В системе выборов? 15 лет. Да, в системе работы в законодательных органах власти. Там у вас всегда есть своя позиция, зачастую отличная от позиции большинства. Не зачастую, а как правило. Мне кажется, это синонимы, ну ладно. Вот скажите мне, вам не надоело? Вы знаете, я дважды заявлял на пленарных заседаниях законодательного собрания, в открытую, что я не пойду на выборы. Вы только успокойтесь, ребята. Не пойду я на выборы, не хочу я идти, я уже устал. Мне 62 года, да? И в этом отношении, ну, я же понимаю, что с вами бороться вас много, я один, да? Но сказал ещё следующее, что единственный вариант, когда я пойду на выборы, если меня начнут заставлять люди, которых я изучаю, если я почувствую, что есть люди, и они требуют от меня этого, тогда это другой вариант. Но там уже будет решение политической партии, требования и так далее и тому подобное. И поэтому мы проводили соответствующий опрос. То есть год шёл опрос. Нужна ли политическая партия? Опрашивали людей. То есть шёл опрос с открытыми всеми данными. Все полные данные у людей просили. С росписью о том, что они разрешают использовать эти данные, опросные листы с полными данными, паспортными, всю-всю-всю информацию. И мы собрали таких 6 тысяч подписей. 6 тысяч. До того опросные листы со всей информацией. Люди расписались дважды. Расписались за то, что они будут голосовать за Родфронт. И то, что они дают право нам использовать их персональные данные. То есть всё по закону мы сделали. Вот это явилось решающим значением, когда проходила конференция. И мне просто потребовали. Я отказывался. Я говорю, я вам помогу, ребята. Я буду вас консультировать как депутатов, пожалуйста. Пусть молодые идут в это дело, но с нашими убеждениями, с нашей позицией. Я приложу все силы для того, чтобы оказать содействие и помощь, эффективно использовать этот мандат, благо людей, живущих на нашей территории. На благо развития территорий маленьких, сельских, поселковых и так далее. Вот на это я приложу все силы. Я вам помогу, ребята. Но то, с чем я сталкиваюсь, это вообще какой-то беспредел, который творится. Ну, дубизм. Очевидные вещи переворачиваются наизнанку. И все верят, что это правда. То есть всё наизнанку, но при этом все хлопают в ладоши. Это какой-то кошмар. И там, если вы обратите внимание, в одной из последних кляузнических статей, по-моему, коммунисты России распространяли, так написали, что... А, во, сейчас яблочник, под видом яблока распространили без выходных данных большущую газету, где пишут о том, что Турул уже 32 года занимается выборными технологиями. И начинал он с них в Херсонской области депутатом, народным депутатом 32 года назад. А коммунисты России дальше пошли. Они сказали, а он засланный человек с Украины, он со своими технологиями пытается у нас здесь Майдан сделать. То есть я там служил в армии, был по должности депутатом, меня избрали от моей части в районный совет в Украине. Так смотрите, как приплели-то ситуацию, что якобы я там прошёл стажировку для того, чтобы здесь сегодня проводить линию на Майдан и подрывную работу вести, шпион взрослый. Это какой-то кошмар. Ну, Валерий Николаевич, вы, конечно, очень активны, но на Майдан, наверное, всё-таки не тянет. Нет, наоборот, если вы посмотрите все последние события, они начинались с 2013 года, когда объявлен был кризис, и мы пытались провести сход народный, чтобы выработать народную программу выхода из кризиса. Мы её выработали, и нам тогда запретили. И одна из тем звучала, что если не будет выполнено, то провокцируется как раз ситуация выхода на Майдан. Но мы приложим все силы, чтобы Майдана не допустить. Все убрали вот это, что провоцируется Майдан, и сказали везде, что Турула призывает на Майдан. Я говорю, что, идиоты, что ли? Я отлично понимаю, о чём я говорю. Я, наоборот, буду принимать все меры для того, чтобы Майдан не состоялся. До последнего, я буду обвинять правительство, которое провоцирует этот Майдан, которое осуществляет, пытаться будет через Майдан осуществить передел. Передел. И поэтому, и кстати, вот исковое заявление как раз по этому вопросу. Мне жалко этой девушке. Я подал исковое заявление на 520 или 540 тысяч, потому что две газеты были клеветнически выпущены ею, по 25 тысяч экземпляров. Но я обязан был не оправдываться, а просто сказать, либо давайте извиняйтесь и оправдывайте это всё, либо платите деньги, я тогда буду принимать меры для того, чтобы опровергнуть в мыслях вот эту всю бригятину, которую вы там льёте грязью. И в данном отношении, там один из пунктов как раз этот и есть, что я, оказывается, на Майдан призываю людей. Ну, это вообще кошмар. В общем, Турула не призывал никого на Майдан, но нам надо сейчас прерваться на рекламу. Это Валерий Николаевич Турула, депутат ОЗС. Сейчас мы уйдём на рекламу и очень скоро вернёмся. Мы возвращаемся в эфир. Это программа «Особое мнение». Меня всё так же зовут Юлия Афанасьева. Напротив меня всё так же сидит Валерий Турула, депутат ОЗС и председатель Комитета по экономическому развитию. В первой части программы мы с вами обсуждали выборы. Сейчас у нас осталось 12 минут. Я предлагаю поговорить о перестановках, которые происходят в правительстве. Ну, давайте. Очень много людей уже покинули правительство. Сергей Щерчков, Вершинин, Матвеев, Утёмов, Медведев, Кирилл Лебедев. Накануне стало известно об отставке Толстоброва. Может быть, я кого-то забыла. Как вы всё это оцениваете? Ну, во-первых, это ожидаемо. И в конечном счёте стиль, который предложен сегодня исполняющим обязанности губернатора, это диаметрально противоположный стиль работы. Который рассчитан Никите Юрьевичу. И, следовательно, министерства, ведомства, заместители, они не могли сразу перестроиться. А перестроиться не могли, потому что Васильев, Игорь Владимирович, он пока не в состоянии объективно определить критериальные показатели. Следовательно, возникла некая противоречия. С одной стороны, Васильев требует, как губернатор, от исполнителей конкретных результатов, а не просиживания штанов. А с другой стороны, он не может определить критерии, по которым он может оценить, правильно они действуют или нет. Вот что возникло. Следовательно, эту ситуацию можно только переждать. Это означает, что на каждой оперативке априори Васильев должен высказывать претензии всем сотрудникам. И, причём, жёсткие, вплоть до увольнения, да, потому что нет результата. А с другой стороны, вот это вот эмоциональное несогласие с подобным поведением, оно должно закопано быть куда-то далеко, потому что именно по ходу в режиме онлайн можно только определить вот эти вот намётки, а чего хочет-то от тебя. Поэтому вопрос вот этого хотения и желания, с одной стороны, и получения какого-то результата, они на сегодняшний день не могут себя найти априори. Априори по объективным причинам. Я встречался с Игорем Владимировичем и объяснял, задавал, может быть, не совсем приятные для него вопросы. Я говорю, я правильно ли понял, что вы человек в систему? Он говорит, да, правильно понял. Я говорю, правильно понял, что вся наша демократия будет сейчас заключаться только и осуществляться на этапе подготовки и принятия решений. Ну, как у военных людей. То есть я демократию объявляю, решений ещё нет, вы подготовьте моё решение в этом отношении. А дальше я говорю, правильно ли я понимаю, что после принятия решения будет абсолютный административный деспотизм. Он говорит, правильно. Но это военная схема. Я по ней жил. И, кстати, в политической партии у себя, осуществляя аналогичные методы, и как бы ни обижались люди, но если мы совместно приняли решение, то мы его принимали для того, чтобы выполнять. Хорошо ли это для нашей кировской области? Я думаю, что да. Другое дело, что это внешне выглядит как передел сфер влияния. Но я Васильеву, кстати, сказал открытым текстом, понимая, что Щеточков должен будет уйти, потому что вся модель, которая у нас действовала, это именно была Сергея Владимировича. Дальше должен Матвеев у Тёма уйти. Это однозначно, потому что это одна первая проблема, с которой столкнулся с здравоохранением Васильев, и когда он попытался получить талончик 11 августа, а ему выписали на 31-й, он говорит, что за эти 20 дней я либо умру, либо выздоровлю, поэтому ваша помощь мне не нужна, а там перестроить не могли уже терминал, ничего. Поэтому для меня это было понятно. И я сказал, что ещё три человека надо убрать из правительства, причём немедленно. Это Вершинина, Мачехина и Вандышева, которые, на мой взгляд, как экономиста, я готов перед всеми отвечать, в том числе перед Мачехиным и Вандышевым, перед судом. Кстати, Мачехин у нас в статусе советник, да? Он, он член правительства. Он в статусе советника, в штате находится, оплачиваемый штат, а остальные советники все на бесплатной зоне. Он главный советник, организатор этого. Но если вы посмотрите все следы, откуда у нас шли коррупцигенные факторы и аресты, он же возглавлял, будучи у Никиты Юрьевича в своё время, возглавлял проектную работу. И мы увидим, кто попадал под эту ответственность. Вятские поляны. Да, да, Вятские поляны, корпорация развития Кировской области, агентство территориального развития и так далее. А что вам ответил Игорь Владимирович, когда вы сказали, что надо убрать ещё это выявление? Он подтвердит, что я ему именно так сказал, и я готов за свои слова нести ответственность, потому что чётко понимаю, где вот эти ключевые позиции, без которых он не двинется дальше в развитии реального сектора экономики. Вот Василий-то говорит, надо создавать реальный сектор экономики, надо создавать продукцию, а не спекулятивную экономику. Поэтому это диаметрально противоположные и целевые установки в этом отношении. Так нет, он вам что сказал-то? Ничего, пометил. Нет, я думаю, что он просто пометил. Один пишет, два дня. Но через два дня Вершинин ушёл в отставку после нашей встречи. Я не связываю это с моими выступлениями, по всей видимости, ещё из каких-то источников шла информация, но Вершинин для меня был принципиальным, потому что последние два года Комитет экономического развития в вопросах малого бизнеса буквально вёл войну с Вершининым. Вершинин просто игнорировал всю работу с малым бизнесом и говорил, что у нас есть другое мнение, у нас всё хорошо. А, то есть следующие кандидаты на вылет Мачехин и... Я не знаю, это я так сказал. По вашему мнению? По моему мнению, да. Хорошо, вот немного... Ну, мне непонятенна ситуация, конечно, с Ануфриевым, я не знаю, это надо будет отдельно, наверное, Ну, слушайте, раз уже вы сами помянули, давайте обсудим. Вот я не помню, к сожалению, на каком из СМИ видела этот материал, но суть в том, что многие эксперты говорили, что тут что-то нечисто в плане того, что какое-то очень странное уголовное дело, ну, люди в это не верят. Ну, скажем так, я могу только предположить, в то время, как раз 2011-2012 год, Мачехин пришел и возглавил направление проектной работы. Ему были подчинены по функционалу фонд поддержки предпринимателей, агентство территориального развития Юлии Савиных, созданная вновь там корпорация КРИК с ее изменениями, потому что Орешкович уже ушла, и надо было менять схему. Я тогда настаивал именно не на спекулятивной схеме, которая насаждала в ипотечном процессе Орешковича, а я предлагал реальную схему, то есть мы нанимаем подрядную организацию и строим по себестоимости жилье под ипотечное кредитование за счет бюджетных средств. Так вот, если вы обратите внимание, тогда уже появились вот эти следы, когда Юля там была обвинена в чем-то, там еще начали появляться в корпорации развития Кировской области вопросы, в КРИКе, один арест, потом другой арест идет, руководители и так далее. И вот тогда, я думаю, возникла тема-то молота, и мы приняли решение, причем оперативное решение в ходе законодательного собрания, было собран комитет по экономике, это не в этом созыве, а в том, в четвертом созыве. Мы на сцене собрались, и Носков нас убеждал, что немедленно надо принять решение о реализации проекта в Яцких полянах по технопарку и созданию структуры по подготовке малого бизнеса. Фонд поддержки предпринимательства должен был там создать свою структуру, филиал, по сути дела. И туда было, по памяти, я сейчас не помню, по-моему, 49 миллионов, что ли, запланированное, если не 50, даже 3. И под этот проект должен был создан быть документация, проектная документация. Так вот, я думаю, что проект был уже создан тогда. И вы видите, я опять параллель провожу Мачехин, все остальные, а департаментом в то время руководил как раз Ануфреев. Я думаю, что это была типовая схема просто для того, чтобы эти деньги появились. И я далек от той мысли, что Ануфреев эти деньги брал себе. Более того, мы же разоблачили одну из схем по Слободино, когда от нас требовали 20 миллионов на проектно-сметную документацию и подготовку. Мы тогда возмутились и согласились на 15, а проверка показала, что затрачено, я сейчас не помню, полтора миллиона, остальные деньги куда-то ушли, и было возбуждено уголовное дело. А вы не связываете дело Ануфреева с делом Белых? Что надо каким-то образом раскрутить дело Никиты Юрьевича и под это накопать что-то еще? Я более того, это связываю с делом Белых, потому что вот эти все следы, они будут подняты. Все следы. То есть это только по лесу зацеп был, что там какие-то откаты существовали. Но откаты существовали по всем реализуемым проектам, где использовался бюджетный средств. Поэтому я думаю, что взята Следственным комитетом как раз эта версия, что все, все проекты, которые реализовывались, они частично делали или осуществляли откат. Вот это идет проект. То есть у нас всех министров надо арестовать? Да, да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. В крайнем случае, эта контрольно-счетная палата, но вы обратите внимание, я не утверждаю, я так думаю, это мое мнение, и у нас передача сегодня, утверждать я не могу. Но это было, ну, заседание, несколько у нас посвящалось с нашего комитета по экономическому развитию предпринимательства, там, торговли и промышленности, да, где мы разбирали эти вещи вместе со счетной палатой. И мы держали вопрос на контроле. И мы видели, каким образом вот эти непонятно, куда деваются деньги. И когда Ашурков, депутат Ашурков из Вятских полян заявил, что ему предлагали явиться строительной компанией наподряд в Вятских полянах, но потребовали 30% отката, он официально под протокол это сделал заявление на комитете, через две недели было возбуждено уголовное дело против Ашуркова, и знаете, чем это закончилось? По НДСу, ТАТТ, его осудили, ликвидировали бизнес и сняли депутатский мандат. Валерий Николаевич, одна минута осталась, последний вопрос у меня. Если вспоминать историю Олега Березина, который очень долгое время провел в СИЗО, тогда в кулуарах бытовало мнение о том, что с Олегом Юрьевичем просят показания на Никиту Юрьевича. Как Вы считаете, возможно ли сейчас такая ситуация, что с Павлом Николаевичем просят показания на Никиту Березина? Я думаю, что да. И думаю, что почему он находится под домашним арестом и не боится следствия, что он будет воздействовать на каких-то свидетелей, именно потому, что он откровенно и честно просто рассказал эту схему. Это я предполагаю так. Я предполагаю, еще раз говорю. Но, к сожалению, очень часто предположения находят свое подтверждение факториальное. Поэтому думаю, что вот на сегодняшний день за многими потянется след. За многими. Нам надо на этом заканчивать. У нас кончилось, к сожалению, эфирное время. Я напомню, это был депутат УЗС Валерий Турулла, председатель комитета по экономическому развитию. Спасибо Вам за Ваше особое мнение. Надеюсь, что сегодня не будет обстрел моей машины, потому что подобное мнение по центральному рынку через два часа у меня машина была обстрелена. Берегите себя, Валерий Николаевич. И Вы себя. Спасибо. Всего доброго.